Под канонаду мушкетов и пушек в Корсунь-Шевченковском снова одолели войско Речи Посполитой. В мае знаменитой битве исполняется 370 лет. Тогда украинские казаки одержали одну из решающих побед над польской армией. Эпизод этого сражения воссоздали столичные реконструкторы. Станислав Кухарчук расскажет подробности. Стрелы копья мушкеты. Эта экспозиция в музее Корсунь-Шевченковского заповедника полностью посвящена казацкой эпохе. Один из стендов повествует об успешной битве национально-освободительной войны. Тогда, 370 лет назад, под Корсунем войско Богдана Хмельницкого в пух и прах разбило польскую армию. Правда, экспонатов с возможного места битвы в музее не так уж и много. Казацкий палаш и бронзовый казан. В мае 1648 года от отступающей 28-тысячной польской армии осталось не более 2000 солдат, рассказывает заведующий музея. Для Речи Посполитой та битва стала тяжелейшим ударом. Всю информацию о ней историки черпали из летописи личной переписки шляхты и тогдашней европейской прессы. Впрочем, ни захоронений погибших, ни точного места боя ученые до сих пор не нашли. По факту, место неведомое. То есть, оно есть, но его нет. И, в принципе, выявить его, ну, очень сложно, потому что там же поля скрозь и уже переорвано все. Если кто-то что-то находится, то не можно сказать, это место будет, или это не место будет. На сель пробовали и на перед, это очень хорошо. Так что наши хлопцы это оценят, наши козаки. Старинное оружие, одежду и предметы быта тех времен можно не только рассмотреть, но и потрогать. Украинские козаки, а точнее их потомки, столичные реконструкторы, для того, чтобы вжиться в образ перед боем, создали точные копии по материалам иконографии 17 века и археологических раскопок. Главное для нас, это, естественно, археология и сбереженные залишки. А если мы сейчас скажем про Берестечку, то как раз поле битвы при Берестечке дало главный материал для реконструкции, потому что там как раз и грунты, и стан сбереженности такой, что за много лет раскопок там было найдено купа речей. Из лагеря козаки выдвигаются на пороге речки Рось. Они будут воссоздавать не сам бой, а один из его возможных эпизодов. Отступающие солдаты разбитой польской армии пытаются спасти казну, но их настигают украинцы. Завязывается сражение. Отдавай, броди, пененцы! Леши! Бутов же ночь, а не бахнет! Посетители заповедника, разинув рот, наблюдают за баталией. После перестрелки казаки переходят реку, схлёстываются с поляками в ближнем бою и побеждают, как и 370 лет назад. Этой молниеносной победе аплодируют даже зрители. Ба-а-а! Начальство ревоги! Слава! 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 Это только возможный эпизод того самого сражения под Корсунем. Историки и реконструкторы всё надеются, что точное место боя рано или поздно удастся установить. И это станет главной победой для исторического наследия украинского государства. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Продолжение следует...